Вы только представьте, весь мир смотрит на японцев и думает, что они какие-то инопланетяне живут на своем острове. А они со своего острова смотрят на весь мир, и для них весь мир такой же удивительный, загадочный и непонятный, как для нас этот маленький остров. Старшее поколение, оно называется поколение комфорта или поколение бьюторий, поколение, которое стремилось к накоплению материальных благ. То есть, если переводить на язык Советского Союза, то нужно обязательно, чтобы была дача, машина, квартира. Для японца какой минимум? Для японца, поскольку здесь дачи как таковой нет, то это хотя бы свой домик, обставленный всей бытовой техникой, которая есть, свой садик и возможность раз в год выезжать на горячие источники и раз в год куда-нибудь на Гавайи. Ну, плюс, конечно, машина должна быть. Лучше всего, если немецкая. Вот мы едем, вся дорога, она по эстакадам идет. И по земле. Да, скоростная дорога обычно поднята над обычной дорогой, чтобы не мешать трафику. С ума сойти! Но это уже вчерашний день. А сейчас? Сейчас. Подземный туннель Илона Маска? Да, подземный. Ну, не то чтобы Илона Маска, но... То есть вот тоже зарплата? Это самая зарплата, которую очень трудно найти у кого-либо. Это считается 500 тысяч йен. 500 тысяч йен? Да. Это средняя зарплата? Это... 4 тысячи. Подожди. Ну, 4,5 тысячи долларов. 4,5 тысячи долларов, да? Да. Ну, я вот пока не встречал. Либо людей, у которых больше, либо меньше. Вот, кстати, машина. Полицейский переодетый, поймал. Ну, не уж мигал, это. Ну, мигал-то, да, но она появилась позже. А, то есть он ехал просто, что-то там намерил радаром. Да, и поставил себе мигалку и уже остановил. А сколько штраф? Превышение скорости 30 км в час 200 долларов. А штраф за вождение в нетрезвом виде 10 тысяч долларов. Плюс 5 тысяч долларов за пассажира, если он видел и не остановил. То есть такая коллективная честность. То есть если ты сейчас выпьешь вина, то с нас еще по пятерке возьмут. Это, конечно, электрооборудование. То, что из-за землетрясений, а у них все воздушная прокладка. Конечно, выглядит стрёмно. Да. Это, конечно, как называется. Могли бы уже придумать какие-нибудь сейсмоустойчивые кабель-коллекторы и убирать всю эту подземную. Могли бы, но проблема в том, что у них была монополия на электричество. И оно принадлежало одной компании. Им так удобнее. А то, что это портит облик городов, это им уже как до лампочки. Мы с вами в ресторане, где делают какое-то био-вино. Пока это пустые тазы пластиковые. На самом деле, они просто берут вино, покупают его в Италии и разливают по бутылкам. Это все японский виноград. И вино делают из японского винограда. Где-то я уже это видел, вот эти крючки в Амстердаме. Вспоминаем сейк-шопа в Амстердаме. Да, значит, смотри, терять там нечего. Что тут? Так, и вот это вот тоже туда же. Надо понять, куда это засовывается. Тут уже что-то забродило. Наши перчатку на них снимают. А эти вещи не знают даже как это. То есть, я был на винных заводах, это не похоже на процесс производства вина. Что это? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас исчезает, век высоких технологий. Значит, что с ценами? Цены кусаются. 15 минут стоит 11 000 йен, 20 минут стоит 16 000 йен, полчаса 21 000 йен и час 41 000 йен. Но, как говорят эксперты в этом деле, этим все не заканчивается, потому что времени никогда не хватает. И пока вас на 500-600 долларов не разведут, вы оттуда не уйдете. Значит, что интересно, работают здесь только женщины. То есть, и сама девушка, и кто ее продает сутенершей, это только женщины. Обычно какая-нибудь бабушка такая миловидная сидит. Сидят они без стекла, как вы видите, ну и что, такая расслабленная атмосфера. Законы стараются не нарушать, поэтому полиция относится к ним, в принципе, так многословно, закрывая глаза. Некоторые работают там, не знаю, до 50-ти. До 50-ти? Да. То есть, они совершенно открыто, легально занимаются проституцией в Японии? Нет, это не открыто и нелегально, да. Во-первых, это недоказуемо. Никто прямо слово проституции здесь не говорит. Никто не говорит, что это там что-то за... Они обещают. Они предлагают просто поиграть с девушкой. Да, и вот сейчас перед нами дом, который сейчас является просто обычным рестораном. Но раньше вот так выглядели большие и богатые бордели. И это в каждом городе есть такие районы? Ну, в каждом крупном городе? Уже практически нет. То есть, по сравнению с масштабом, который здесь в Осаке, во всех остальных городах это, так сказать, там может быть одна улочка, такая маленькая, буквально 3-4 дома. Вот здесь, конечно, размах большой. То есть в Осаке, можно сказать, самый большой рынок проституток в Японии? Да. В Японии и получилось так, что все женщины делятся, как говорят, на три типа. Для души, для тела и для продолжения рода. И вот здесь как раз вот те, которые для тела. То есть для души гейши, для тела проститутки и для продолжения рода жена. Да. И вы пролетите с юга, там пролетите через замок Фушими, потом через святилище Инари, где там 10 тысяч красных ворот. Потом через вокзал до восточного храма, так называемый, это самая высокая пагода в Японии. Вот здесь вот, да. После этого пролетите под районом Арачьяма, где место аристократических вилл эпохи Хэян. И отсюда, через золотой храм, вот он здесь, полетите сверху и пролетите над императорским дворцом. После императорского дворца пролетите над самыми большими вот этими красными воротами. Это святилище Хэян Джингу, построенное к тысячестолетию города. Вот, и отсюда уже вернетесь обратно. Все, летим в Киото. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот пролетели над Киото. Это японская? Да. То, что сейчас Nissan. Ниссан. 70-летний Nissan. Пытается на нее получить трава. То есть тут можно офигеть. Ну-ка, подожди. А я тебе говорю, с ума. Садись. Надо туда попасть. Слушай. Я, кстати, не полпиа вкеру вижу, чтобы в машине... В багажнике можно было... Легально. Да, да. Это карта, на которой обозначены места, где нельзя оставлять велосипеды. Все велосипеды в Японии должны стоять на специальных велосипедных парковках платных. То есть весь центр нельзя оставлять велосипеды? Вот красная зона? Да. Подожди, а вот же велосипеды стоят. А эти как? Не обозначил. Нет, человек поставил на свой страх. А, все. То есть теоретически вот его могут оштрафовать? Это нарушитель, да. Подожди, почему завод по-русски? Его русские открыли? Нет. Открыли его японцы. Здесь у них внутри находится маленький кондитерский цех, где они сами производят свои складности всякие. И поэтому они решили назвать завод. Не знаю почему. То есть к России отношения не имеют? Да, не имеют. Ну вот такая вот экзотика. Платная парковочка. Днем максимально стоит 1700 йен. Это примерно 15 долларов. Это в будний день, а в выходные 20 долларов будет стоить. Поставить машину здесь на целый день. Вот. Система тут такая, что вот эти вот штуки, они вот поднимаются вот так вот. И пока ты не заплатишь, не уедешь. Японские улицы, обратите внимание, что все в проводах. Потому что у них везде вот эта воздушная прокладка из-за землетрясений. Робот, открой дверь. Здрасте. Здрасте. Так, пришел повар и что? И он сейчас будет спрашивать, что мы хотим есть. Да. И нет для нас пищевых аллергий, либо каких-либо религиозных ограничений. Ничего нет. Нет. Да. Нет ничего. Нет ничего. Нет ничего. Нет ничего. Нет ничего. Нет ничего. Значит, первое блюдо у нас это тофу из кунжута. Сейчас мы... Продегустиры. Ммм. Тофу из кунжута, да? Неплохо. Это действительно тофу из кунжута? Да. Из-за какой-то еще пареньку не будет. Вот. Вот. Курумаэби. Инген. Маитаке. Кимоно. Юба. Здесь сейчас 4 ингредиента. Это гребетки. Фасоль. Грибы. Маитаке. И юба. Это такой деликатес, который делается из пенки при готовке своего ног. А, это вот эта вот пенка соевого молока? Угу. Я думаю, это вот это вот. Это, я думаю, с хвостом или без хвоста. А это, я думаю, креветка. Пенка соевого молока как-то невкусная. Нет. Подожди, то есть эта темпура это не японская изначально? Это не японская изначально. То есть она была заимствована у португальцев. Но они немножко изменили состав самой муки. То есть мука здесь более постная. Здесь нет, например, яйца. Это у нас морская какие-то листья крапивы. Опять какая-то пенка. И какие-то листья. Ммм. Это рыба в листьях. Да. Это, так называемый, хаму. Очень распространенная тоже какие-то рыба. Серый щукорылый уголь. И в конце, когда все эти угощения заканчиваются, то есть весь этот парад, блюд заканчивается, наступает время еды. То есть тот момент, когда мы наелись, нам принесли наконец еду. Ему считается, что человек одними угощениями не наестся. И поэтому, чтобы он наелся все-таки, а не ушел. Он ушел все-таки голодным после трапезы. Еда это обычно рис, суп-мясо и соленье. Ну и в конце нам принесли десертик. Такое вот желе. В таком красивом стаканчике. С такой вот очень красивой ложечкой. А тут, я так понимаю, это какой-то виноград и еще какой-то типа груши. Жить будем в таком традиционном доме, который переоборудован в квартиру. Значит, большая гостиная, кухня с чудо-холодильником. Почему чудо? Потому что он открывается, видите, с любой стороны. Я такого раньше не видел. То есть, хочешь с этой стороны открывай, а хочешь с этой. И в чудо-холодильнике есть напитки, есть пиво и есть шампанское. Что еще нужно, если вы заселились? Так, тут нас управление светом и климат-контролем. Мойка, плита, раздельный сбор мусора и вот гостиная. Гостиная выглядит так, ну что, шикарно. Шикарная гостиная. Идем дальше. Здесь у нас вот татами. Это открывается. И тут у вас вот такой сад открытый. Красота. Тут спальня на две кровати. И вот можно такими вот с перегородками закрыться. Ванная, тапочки. Значит, здесь у нас джакузи с видом на сад. Можно открыть и лежать в джакузи, любоваться садом. Значит, здесь у нас так вот по-японски душ такой со стульчиком, где можно помыться. Собственно, раковина. Чудо-стиральная машинка. Такая космическая хитачи. Значит, здесь можно что-то постирать. Туалет с писсуаром, что очень удобно. Ну и здесь, конечно, у нас все как в лучших домах. Подогревы. Вот здесь у тебя биде. Это пульт управления от унитаза. Это пульс recursos. Академия здесь. И это машина сбрашивает. Похоженная эгра.